Добрый день, дорогие мои друзья! Я очень рада видеть вас снова. Вот и наступила волшебная пора. Пришла красавица зима. Скажите, а вы любите зиму? Я тоже очень люблю это время года. Ведь можно покататься на санках, поиграть в снежки, полюбоваться волшебным снегопадом и встретить долгожданный праздник – Новый год. А вы знаете, ребята, что есть зверь, который никогда зиму не видел? Видел весну, лето, осень, а зиму никогда, потому что зимой он спит. Вы, наверное, догадались, про кого я говорю. Конечно, это же бурый медведь. Сегодня мы с вами отправляемся в гости к главному герою очень многих сказок – к самому Михаилу Потапычу. Пойдемте расскажем ему о зиме, а он нам покажет, как он живет в лесу. Кто из нас не знает бурого медведя? Ни поворотливый, ни уклюжий, косолапый. Именно такого мнения мы придерживаемся об этом звере. Но на самом деле медведь не такой. Это грозный лесной житель, который никому не даст спуску, если он не в настроении. И это неудивительно, ведь бурый медведь обладает мощным телом, большими и сильными лапами, острыми когтями. Только представьте, весит он в среднем 300 килограмм, а если встанет на задние лапы, то ростом будет около двух метров. Медведь способен быстро бегать, хорошо плавать, прекрасно лазать по деревьям и даже проходить небольшие дистанции на задних лапах. Медведей насчитывается несколько видов. Бурый, белый, гризли, очковый, панда, губач, малайский медведь и барибал. Сегодня мы знакомимся с бурым медведем. А почему он так называется, спросите вы. Давайте обратим внимание на его цвет шкуры. Она коричневая. Этот цвет по-другому еще называют бурым. Поэтому и название такое. Бурый медведь. Медведи это хищные животные. Они могут есть рыбу или мясо. Но в основном они любят есть растения, орешки, грибы и ягоды. Но самое любимое лакомство бурого мишки – мед. Ради него медведь запросто залезет на дерево и не побоится многочисленных укусов пчел. Ведь даже само слово «медведь» произошло от древнерусского «медведать», то есть «знающий, где мед». Бурые медведи – одни из немногих животных, которые впадают в спячку. Делают они это с середины осени или с началом зимы. Спят они в берлогах. Зимняя спячка медведей напрямую связана с погодой и окружающей температурой. Поэтому назвать точное время, когда медведи впадают в спячку, сложно. Обычно это происходит, когда землю застилает постоянный снег и температура становится низкой. Бурые медведи впадают в спячку, чтобы переждать суровую голодную зиму. Ведь в основном они питаются растительной пищей, которую с наступлением холодной зимы весьма затруднительно отыскать. Поэтому летом медведи как следует отъедаются и нагуливают жир, чтобы пережить зиму в берлоге. Медведь перед спячкой обустраивает берлогу в укромном, труднодоступном месте, обычно под поваленными деревьями или в прикорневых ямах. Случается, что медведи могут занимать пещеры и ущелья скал. Весной после пробуждения у медведицы появляются медвежата. Несколько месяцев после рождения они лежат в берлоге вместе с мамой, спят и кормятся ее молоком. Весной медведица с медвежатами выходит из своей берлоги. За лето они окрепнут, подрастут. В следующую зиму они все еще будут вместе с мамой. А вот уже на следующий год они сами будут устраивать свою жизнь. Мишка-мишка лежебока, спал он долго и глубоко. Зиму целую проспал и на елку не попал, и на санках не катался, и снежками не кидался. Все бы, Мишеньки, храпеть. Ах ты, Мишенька-медведь! Ах, тссс! Ребята, кажется, наш Мишка пал к спячку. Пусть он спокойно спит всю зиму. А вам я предлагаю сделать чудесную поделку спящего медведя. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok